Президент Сорун Байджейнбеков объявил 2019 год годом развития регионов и цифровизации страны. Новый 2019 год объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. Об этом заявил президент Кыргызской республики Сорун Байджейнбеков сегодня 9 января на встрече с жителями Соколуговского района Чуйской области. Как сообщила предслужба президента, глава государства, свою первую рабочую поездку в 2019 году начал с Соколуговского района Чуйской области. Президент напомнил, что 2018 год был объявлен им годом развития регионов и основная деятельность была направлена на развитие регионов. Открытие новых рабочих мест, создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сельской местности. В целях поддержки сельских предпринимателей новые предприятия освобождены от проверок надзорных органов сроком на три года. Введен мораторий на необоснованные проверки бизнеса. Построены новые лаборатории по сертификации и стандартизации продукции. Даны значительные налоговые послабления местным предприятиям, занимающимся переработкой сельхозпродукции, улучшено финансирование сферы сельского хозяйства и другое. Все эти и другие меры дали возможность в 2018 году обеспечить новыми рабочими местами более 2500 человек. Всего открыто более 200 новых предприятий, занимающихся переработкой, хранением и сортировкой сельхозпродукции, а также в сфере текстильно-швейного строительного производства. Как отметил Соран Байджейнбеков, развитие регионов не остановится, а будет усилено и в последующие годы останется приоритетным направлением государственной политики. 2019 год объявлен годом развития регионов и цифровизации страны в целях дальнейшего развития регионов и введения новых технологий в повседневную жизнь общества. Он подчеркнул, что в последующие годы необходимо в масштабах всей страны придать импульс темпом развития с использованием новых технологий. Цифровизация общества является требованием сегодняшнего времени. Это откроет новые возможности для наших граждан. Будет исключен человеческий фактор при оказании государственных услуг, что поспособствует искоренению коррупционных элементов, подчеркнул президент. Цифровые технологии проникнут во все сферы жизни – образование, медицина, бизнес, туризм, в работу судебных и правоохранительных органов цифровая инфраструктура будет введена в приоритетном порядке. В обязательном порядке будут реализованы проекты «Безопасный город» и «Безопасное дорожное движение». Глава государства отметил, что через электронную систему «Тундук» 189 государственных услуг будут переведены в цифровой формат. Гражданам теперь не придется стучаться в различные двери госорганов за той или иной справкой. Всю нужную информацию чиновник будет искать сам. Это касается всех сфер жизни, в том, числе получения справок о несудимости, выхода на пенсию, сынчуй на ребенка, пособий получения паспорта, водительских прав, гражданских актов, регистрации транспортных средств. Цифровая инфраструктура в разы уменьшит прямой контакт граждан с чиновниками, что является основным инструментом искоренения коррупции. В 2019 году создание цифровых основ развития страны должно быть приоритетным направлением государственной политики. Именно в этих целях 2019 год решено объявить годом развития регионов и цифровизации страны. На этой неделе мною будет подписан соответствующий указ, подчеркнул президент Сорун Байджейнбеков.